Ну что, друзья, пока мы окончательно не замерзли, давайте наконец-то скажем здравствуйте и приветствую вас на первом в России эксклюзивном обзоре грузовика Ford F-MAX. На секундочку, эта машина получила престижнейшую премию Международный грузовик года 2019. Это случилось впервые за 37 лет, когда эту награду присуждают грузовику не из большой европейской семерки. Последний раз такое было в 1982 году и этот титул получил, кстати, прародитель этой машины Ford Cargo. Ну а что же интересного в этой модели? Давайте разбираться. Вообще грузовики Ford производятся в Турции, производятся уже более полувека, но тем не менее в основном они производились для внутреннего рынка, для стран Северной Африки. Ну а в Европе практически не мелькает, но вот именно с этой моделью турки решили зайти и покорить уже Европу. И первое, с чего начали, это, конечно же, Восточная Европа и Россия. Когда только прошла информация, что новый Ford приедет в Россию, у меня были серьезные сомнения, как и сомнения у вас, кто под фоточкой с этой машины отписывался в Инстаграме. Кстати, кто не подписан на Инстаграм, часто я там делаю стримы, выкладываю всякие фоточки, которые не входят, естественно, на канал. Ссылочка где-то вот здесь сейчас будет на мой Инстаграм, подписывайтесь. И также нашу группу TraxTV ВКонтакте. Там у нас новости, статьи и, естественно, тест-драйвы по грузовой тематике. И разгорели жаркие споры. Что же вообще потерял Ford в России и какие у него будут перспективы? Естественно, пессимизма там море. Потому что первое, о чем все говорят, это отсутствие вменяемого сервиса. Но Ford как раз с этого и начал. Сейчас в России уже 9 сервисов. Самая западная точка в Калининграде, самая восточная сейчас в Красноярске. А до конца года планируется открыть еще 10 сервисных станций. Поэтому очень грамотное решение. А теперь давайте вернемся все-таки к машине. Первое, с чего нужно начать, конечно же, дизайн. Это предмет ожесточенных споров относительно этой машины. Потому что спереди это, ребята, простите, Volvo. Давайте говорить откровенно. Ну, а сбоку очень-очень сильно напоминает Scania. Но все-таки это коммерческий транспорт. Дизайн здесь имеет не самое ключевое значение. Хотя есть к чему придраться и в этой машине. Например, с точки зрения дизайна классно. Такие огромные фары совмещенные. Соответственно, у нас и противотуманки, и дальние, и ближние светы. Прикрыто все это поликарбонатом. Но висит довольно низко. Для наших условий эксплуатации это потенциально опасные места. Часто на погрузках, на разгрузках. Где-то есть прессованный снег. Там какой-нибудь столбик, камень торчит. И, к сожалению, фара может страдать. Вот эта машина уже прошла в России более 20 тысяч километров. Уже побывала на Байкале, в Сочи. Или, по-моему, в Архангельске. И уже на поликарбонате видны риски от пескоструя. Я считаю, что для России сюда уже в базовой комплектации должны идти какие-то сетки, чтобы защищало это от попадания камней как минимум. Ну, а те, кто купит такую машину, я бы, конечно, порекомендовал бронировать непосредственно поликарбонат, чтобы он прослужил как можно дольше. Еще, чтобы я добавил сюда вот этот элемент идет. Бампер состоит из трех частей. Я бы вот этот элемент сделал разрезным. И вот эту часть, нижнюю, я сделал бы отдельную, чтобы в случае повреждений можно было менять не весь вот этот угол, а только нижнюю секцию, как сделано это у многих производителей. На мой взгляд, так было бы гораздо логичнее. Ну, итак, в части доступа к лобовому стеклу есть у нас вот такие ступеньки. Так, следующая у нас вот здесь открывается. И мы можем по этим ступенькам забраться и уже непосредственно почистить, помыть лобовое стекло. Ох, блиночки! Поватки, стеклоочистители такие внушительные, большие, мощные. Посмотрим, как они работают. На самом деле, я на этой машине еще не ездил. Но сегодня нам предстоит с груженным полуприцепом проехаться на этой машине, чтобы понять, как она, собственно, чувствует себя на наших дорогах. Так, открываем капот на газовых упорах. Что же мы здесь видим? Первое, это расширительный бачок системы охлаждения, воздушный фильтр, фильтр салона. Здесь бачок для незамерзающей жидкости, для омывающей жидкости. Здесь же у нас шильдик с ВИН-номером. Это машина еще турецкой сборки. И в скором времени для российского рынка Ford F-Max будет собираться на Калининградском автоторе. То есть, это уже будет практически отечественный автомобиль. Соответственно, у нас роботизированная коробка передач, поэтому цилиндра сцепления здесь нет. Хотя, место, соответственно, для него предусмотрено. Давайте уже тогда по начинке, по технике. Передняя подвеска, балка семитонная. На одной рессоре у нас идет практически как в Европе. Хотя, обычно производители европейских брендов стараются в нашу страну завозить машину все-таки, как минимум, на двух листах. А для европейского рынка на одном. Ну, вот Ford решил, что для России одного листа рессоры вполне достаточно. Естественно, рессора непростая, она с переменным сечением. Рессора длинная, как и полагается. Но здесь есть некоторые вопросики. Например, в плане того, как расположена жидкостная автономка. Здесь их две, то есть жидкостная автономка и сухой фен. В данном случае жидкостная. Она не прикрыта никаким щитком. И вот этот короб, в котором она спрятана, очень для наших условий неудачен. Потому что туда будет забиваться снег, забиваться соль. И, соответственно, там будет ржаветь, гнить. Ну, собственно, вчера я разговаривал с представителями компании. Все косяки, которые я увидел, не косяки, а, скажем так, особенности именно для российской эксплуатации. Они все об этом уже знают. И обещают в скором времени, что это будет переделано. Дальше. Машина у нас отвечает экологическим нормам Евро 5. А для Европы, соответственно, машины Евро 6. Поэтому у нас здесь стоит мочевина. Мочевинная нейтрализация. Но нет EGR, что, безусловно, добро. Так, давайте щитки откинем. Здесь они откидываются очень легко. Вот такие рычажки. И, пожалуйста, ограничители. Соответственно, мы карабинчики расщелкиваем, если нам нужно полностью раскрыть. И у нас будет доступ к машине. Очень удобно сделано. Многим европейцам, европейским производителям есть чему поучиться. Дальше. Аккумуляторный ящик. Практически как на КамАЗе 5490. Аккумулятор над аккумулятором. В данном случае у нас, ух, ничего себе, аж 240-е стоят аккумуляторы. Ну, хотя для наших условий 225-ки, ну, просто за глаза. 190-ки, конечно, маловато, а вот 225-е самое то. Так. Все, кстати, легко закрывается, без заеданий. Натягиваем резинку. Все, дальше так. Обтекатель отогнем. Помпочка подкачки. Это у нас подкачка топлива. Чуть дальше располагается выключатель массы. Бака в этой машине два. То есть, эта комплектация пока фиксированная. В дальнейшем пока непонятно, что для России будет еще предлагаться. Но пока вот в таком виде машина. То есть, это бак на 600 литров с правой стороны и на 450 с левой. Кстати, по поводу аккумуляторов. Очень здорово и очень круто, что они располагаются непосредственно в базе. Здесь они живут гораздо дольше. А вот аккумуляторы, которые располагаются в хвосте рамы, как у многих производителей, потому что места категорически не хватает из-за того, что у нас там сажевые фильтры на машинах, нейтрализаторы, бачок с мочевиной. И поэтому европейцам приходится корячить аккумуляторы в задний свес. Так вот, к чему я веду? Почему плохо, когда аккумуляторы находятся в заднем свесе? Дело в том, что в России у нас не самые ровные дороги и при движении по этим самым дорогам аккумуляторы испытывают очень серьезную нагрузку. То есть, вибрации, тряска, из-за чего осыпаются пластины и аккумуляторы очень быстро приходят в негодность. Что касается задней подвески, то здесь очень интересная ситуация. Дело в том, что на этом тягаче предлагается подвеска на полурессорах. Соответственно, передние концы у нас на кронштейнах, задние концы у нас опираются уже на подушки. Хотя у Форда есть подвеска на четырех подушках. Но, как мне вчера сказали, почему было для наших условий решение корячить именно на полурессорах? Потому что якобы четырехподушечные системы для более тяжелых машин, для тяжелых условий эксплуатации. Хотя в России как раз и есть те самые тяжелые условия. Но тоже вопрос остается, как говорится, открытым. Хотя в дальнейшем, может быть, появится на этой машине и четырехподушечная задняя подвеска. Далее. Вот такого внушительного диаметра, размера кронштейна и крепления задних крыльев. Но, как вы видите, за 20 тысяч километров уже появляется ржавчина. То есть есть над чем еще поработать в плане коррозионной устойчивости. Хотя по самой раме пока никаких рыжиков я не обнаружил. Задняя подвеска, точнее, тормозная система здесь полностью дисковая. Пневмосистема вапка. Двухпоршневой компрессор. Но это мы посмотрим, когда откинем кабину. Фух, друзья, видео получилось очень длинным и занимательным. Поэтому сделаем небольшой перерыв. Потому что я с новостями о нашем конкурсе, который я объявил в прошлом видео. Кто не в курсе, что же за конкурс, вот здесь сейчас выскочит плашечка, по которой можно кликнуть и посмотреть это видео, ознакомиться с условиями конкурса и, конечно же, поучаствовать в нем. Итак, мы рассмотрели уже некоторые работы и поняли, что одним призом нам отделаться не удастся. Потому что очень много интересных историй. И действительно, выбор будет очень сложным. Напомню, что приз за первое место это комбо-устройство, то есть видеорегистратор и радар-детектор в одном корпусе. Это прибор премиум класса Silverstone F1 Hybrid EVO-S. Подробнее об этом устройстве можно почитать, перейдя по ссылочке в описании. Ну а мы решили, что будет справедливо, если мы учредим еще приз и за второе и третье место. И этим призом будет вот этот радар-детектор Silverstone F1 Monaco. Он пилингует абсолютно все полицейские радары, которые излучают хоть какой-нибудь сигнал. Плюс компания Silverstone F1 еженедельно обновляет базы камер по России и странам СНГ. Все это можно найти на их официальном сайте. Напомню, ссылочка в описании. Друзья, ну что, до конца марта у вас еще есть возможность поучаствовать в этом конкурсе и выиграть эти замечательные подарки. Ну а мы продолжаем обзор чумового, неповторимого грузовика года 2019 Ford F-MAX. Открываем снова дверку. Такой широкий проем, это чуть позже. Открываем теперь. Здесь такая чека, колечко. Открываем рундук. Ну и вот, ну это чисто вот мне. Субъективно мне нравится, когда рундуки открываются именно таким образом. То есть распахивается вбок гораздо удобнее, когда рундуки открываются вверх. У тебя некое подобие крыши и сюда во время дождя, снега ничего не летит. Собственно, и на тебя, когда ты копошишься в этом рундуке. Сам рундук находится довольно-таки высоко. У меня рост 1,87 метра, а тем, кто пониже, представляете, да, на какую высоту придется подниматься, чтобы извлечь оттуда что-либо. Ну и плюс, будете пачкаться, да, если будете доставать, если у вас здесь будет что-то грязное. Ну и давайте немножечко поговорим о заводе Ford Otosan, который находится в Турции. Объем производства 15 тысяч грузовиков в год. Что касается планов по продажам на 2019 год, Ford, конечно же, звезд с неба не хватает. И рассчитывают продать в России в 2019-м 500 машин. Ну и учитывая состояние нашей экономики, хотя и 500 машин, это тоже довольно смелый прогноз и смелые ожидания. Ну, мы посмотрим, как говорится, что из этого получится у фордовцев. Тем временем мы поднимаем кабину. Кабина, как вы видите, высокая, не самая легкая, поэтому монтажкой орудовать приходится довольно интенсивно. Кабину приподняли, достаточно, и начинаем рассказывать. Первое, значит, что меня немножко смущает. Расположение топливного фильтра. Он находится как бы ни два, ни полтора, и не за кабиной в зоне легкого доступа, и вроде как и не у двигателя, чтобы было ему тепло. Кроме того, сливное отверстие для слива отстоя, грязи. Мы очень неудачно расположили его конструкторы. Чтобы добраться до слива отстоя, нужно, конечно, постараться попыхтеть. На мой взгляд, фильтр нужно все-таки переносить. Конструкторы немножко перемудрили. Ну, а теперь непосредственно касаемся двигателя. Как и почти на всех грузовиках сейчас, масляный щуп находится под кабиной. То есть, для того, чтобы проверить аналоговым способом уровень масла... Так. Нет, он вот так раскручивается. Нужно поднять обязательно кабину, и только после этого можно посмотреть, какой уровень масла. Кстати, как мне вчера сказали, здесь от метки до метки аж 15 литров. Ну, проворонить, конечно, очень сложно. Еще, что меня удивило, в этой машине нет горловины для доливки масла спереди, как на многих грузовиках. Масло долить можно только откинув кабину, только сверху, вот с клапанной крышки. Что касается двигателя. Здесь, как и практически у всех сейчас производителей, привод навесных агрегатов располагается в задней части мотора. То есть, между коробкой передач и двигателем. В данном случае у нас двухпоршневой компрессор пневмосистемы. Выше находятся ТНВД и топливные системы, как вы можете видеть по рампе. Здесь Common Rail. Конечно же, много копий сломано на поле боя, в спорящих, враждующих сторон. Что же все-таки лучше? Common Rail насос-форсунки или ПЛД-секции. Плюсы-минусы есть везде. На мой взгляд, топливная система Common Rail самая перспективная. Недаром даже сейчас Искания на последней своей, на Next Generation устанавливает на мотор и топливную систему именно Common Rail. Потому что благодаря ей уже можно добиться более жестких экологических норм. Ну и плюс, как уже говорил, Common Rail все-таки довольно экономичен. Дальше. Давайте заберемся на мотор. Да, пойдем, Марс, покажу. Вот что меня в этой машине очень сильно пугает и напрягает и смущает. Да, здесь нет рециркуляции отработавших газов. Тот самый EGR, набивший оскомину нашим перевозчикам. Напрягает меня вот это вот. Это турбина с изменяемой геометрией. Практика покажет, как она будет ходить, но тем не менее, факт неприятный. То есть EGR нет, но зато турбина у нас с изменяемой геометрией. Ну, в принципе, под двигателем что еще можно рассказать? Кратико-технические характеристики. Объем 12,7 литра, 6 цилиндров по 4 клапана на горшок. Здесь нет, кстати, ретардера, интардера, тельмы. Здесь только вот моторный тормоз. Кстати, который развивает 400 кВт аж. Ну, а по поводу мощности самого мотора, который выдает. В данной версии 500 лошадиных сил и 2500 ньютон на метр крутящего момента. Все достаточно, достаточно круто. Я бы даже сказал, более чем круто. Ну, и вот по раме можно посмотреть. Смотри, видите, прорезиненные у нас все выемки в раме, чтобы у нас проходящие здесь жгуты проводки или пневмомагистрали не перетирались. Сделано все очень хорошо. Забыл рассказать по заднему мосту. Дело в том, что в свое время сюда устанавливались Мериторовские мосты. Ну, а теперь Форд делает свои собственные. Естественно, мосты у нас прямые, без бортовых редукторов. Но пока нареканий никаких, машины ездят, ходят. Ну, и как вы понимаете, на Фордах предыдущего поколения еще устанавливались и вековские моторы, то вот этот силовой агрегат уже собственной фордовской разработки. Вот такие, друзья, дела. А мы теперь опускаем кабину и заходим в салон. Вот там-то уже будет гораздо интереснее. Поехали. Закрываем капот. Да, не забываем, на этой машине тоже нужно поднимать капот для того, чтобы задрать кабину. Так, ну давайте этот еще рундучок откроем. Для чего? Для того, чтобы показать вам автономку. Закрываем дверку. Вот такой здесь ящик с подсветкой. Это щетка, это нестандартная комплектация. Ну, а здесь у нас находится автономный отопитель. Не стали они мудрить с распределением воздушных потоков. Дует из-под спалки. Ну, в кабине все посмотрим. Но здесь автономка стоит 2,2 кВт. Эдершпехер для такой кабины. Для наших условий это очень мало. Ну, хотя бы 3,5. Понятно, что здесь еще есть жидкостная автономка. В помощь, но тем не менее. И, кстати, вот в эти рундуки доступ еще есть из-под спалки. Пойдемте посмотрим в кабине. Так. Ах, ребятки. Вот здесь готов расцеловать в деснах тех, кто конструировал эту машину. Ни у одного производителя нет вот такого. Вы посмотрите. Сделан уплотнитель для того, чтобы закрывать верхнюю ступеньку. Я не знаю, ребята. Это Ford. Как? Вы неужели общались с водителями-дальнобойщиками и сделали машину для них? Потому что сюда влезает обувь. Большие ботинки. Очень глубокая ступенька. И все это заизолировано. Чтобы обувь можно было здесь оставлять. Ни у кого производителей такого еще нет. А Ford сделал. Вообще просто красавцы. И вот на таком позитиве мы сразу начинаем обзор кабины. Для тех, кто не знает, многие дальнобойщики, большинство, скажем, дальнобойщиков ездят здесь либо в тапочках, либо босиком. И уличную обувь стараются оставлять либо с пассажирской стороны, либо на ступеньке. На Ford можно оставлять здесь. Завод для водителей вот эту вот штуку сделал. Просто лайчища, огромный. Два пальца вверх. Если вам это нравится, тоже ставьте лайк. В общем, автономка дует из-под спалки. Вот сюда, снизу. И потоки направлены в пол. Но это гораздо лучше, чем у некоторых производителей. Реализовано через дефлекторы системы вентиляции с передней панели. То есть, как бы, с одной стороны, это в теории. В теории, когда ты инженер и сидишь где-то в теплом офисе, тебе кажется, ну, это же круто сделать, вот, где у нас обычная печка и система кондиционирования. И оттуда же, чтобы автономка дула. Может быть, в теории это и классно. Но на практике, пока теплый воздух дойдет до спалки, люди замерзают. Там холодно. То есть, в Актерсах, в Скане, в новое такое решение реализовано. И это, как показала практика, очень и очень не гуд. Вот. И по-прежнему у нас самая лучшая система отопления стояночного. Это DAF и, соответственно, MAN. Когда дует из-под сидений, и у нас теплый пол. Это прям вообще классно. Ну что, смотрим. Два метра, 16 сантиметров высота потолка. Здесь не абсолютно ровный пол. Здесь где-то 10 сантиметров вот этот тоннельчик идет. На мой взгляд, это лучше, чем абсолютно ровный пол. По той простой причине, что все-таки грязь какая-то, пыль, чтобы не летела под спалку, под холодильник. И в этом плане гораздо лучше. Тем более, вот эти 10 сантиметров, они не ощущаются на практике и абсолютно не мешают. Очень высоко. И, кстати, очень приятный запах в машине, на самом деле. То есть, нет такого удушливого фенольного аромата, скажем так. Этого здесь нет. Очень приятно пахнет. Ну что, погнали. По ящикам. Общий объем. Не дать соврать. 225 литров вот этих вот ящиков. Они с подсветкой. Все на газовых упорчиках. Внутренняя сторона всех крышек. Вот этих. Там не просто какой-то вот пластиковый. С этой стороны отлит. А здесь изнутри, ну типа, как бы никто не видит. Можно и схалтурить. Нет. Здесь и снутри тоже обшито. Отформованы вот такие отсеки. Снизу бархотка. Приятно, черт возьми. Так, закрываем. Ох, как приятно защелкивается. Дальше. Полочка. Полка тоже с бархоткой. Но отбортовка не очень высокая. Как водители, которые уже ездили на этой машине, говорят, что на сильных каких-то подбросах, на волнах, на кочках бывает, что отсюда бумаги вылетают. Это неудобно. Тахограф. У нас стоит рация уже водителя. Устанавливали самостоятельно. И по клавишам. В данном случае это открывается люк. Опс. Давайте не будем. Примерзла после мойки. В общем, люк здесь не сдвигается. Люк только приподнимается. Задняя часть и все. Но есть зато здесь у нас москитная сетка. Где она? Вот. Отдельно москитная сетка. И либо можно закрыть полностью. Зашториться, если вы не хотите, чтобы свет извне проникал в кабину. Дальше. Шторка здесь электрическая. Опускается клавишей. Вверх-вниз. Кстати, можно было опускать и пониже. Так. Это свет. Ночничок. Синяя вот такая подсветка. Не знаю. Красная как-то более привычная в грузовиках. Нежели вот такая ядовито-синяя. Но, тем не менее. Не знаю. Не ездил ночью. Надо будет посмотреть. Ну и, соответственно, у нас включается свет. По концепции торпеда. Опять же. Несмотря на то, что имеется вот такой выступ. На самом деле, места здесь довольно много. Внизу есть вот такая площадка. Она не очень функциональна. Немножечко недоработали турки с эргономикой. В данном случае. Во-первых. Да. Передняя панель у нас не функциональна. Потому что она идет с таким скосом. Сюда ничего не положить. Не поставить. Поэтому водителям придется покупать сюда полки самостоятельно. Но ничего не поделаешь. А вот здесь вот давайте продолжим игру. Угадай, у кого позаимствовали. Вот такие ящики. К сожалению, ящики сами по себе небольшие. Объем небольшой. Не очень они удобны. И при этом они очень жестко открываются. Вот видите. Приходится прилагать довольно серьезные усилия. И когда уже сдаются запоры, слишком резко все это выдергивается. Так. И нижний ящик. Вот такой. Как вы видите, здесь нет никакой консоли, где располагался бы ручник. Или располагался бы рычаг управления к роботизированной коробке передач. Здесь уже сделано практически, как у всех производителей. Управление коробкой вынесено на подрулевой переключатель. Здесь же находится ручник. Так. И прежде чем мы начнем рассказывать о рабочем месте водителя, давайте продолжим про ящики-полочки. Вот здесь вот такого самолетного типа... Так. Свет опять выключился. Включаем. Самолетного типа ящики. Смотрите. Максимальная нагрузка, видим, 4 килограмма. Ну, не знаю. Мне кажется, они выдержат гораздо больший вес. Достаточно добротно сделано. Тоже снизу бархотка. Есть вторая спальная полка. Так. Проворачиваем запор. Так. Все. И откидываем. Ну, а про верхнюю спальную полку что я могу сказать? Вот такой вот жиденький матрасик. Ни о чемошный. Скажем так. Вот туркам есть над чем поработать. Вот матрас, ну ни о чем. Очень тонкий. Залезать туда не буду, наверное. Протестируем нижнюю спальную полку. Переложим вещи. И я укладываюсь. Немного. Можно. Вот здесь такие есть в спинках сидений. Рычаги. Можно спинку откинуть, не вставая с места. Но, смотрите. Есть небольшой косячок. Я бы даже сказал большой. Многие водители спят головой в левую сторону. Большинство. Но здесь нет ни света, ни продублированного управления автономкой. Давайте смотрим. Потому что почему-то здесь все сделано с правой стороны. При этом, смотрите. Здесь у нас свет включается, выключается. Давайте включим. Свет на потолке. Прибавляется, убавляется магнитола. И клавиши включения и выключения жидкостной автономки. И сухого отопителя. Но нет регулировки температуры. Температура регулируется непосредственно на блоке климата. Ну и здесь открывается и закрывается люк. Все. Больше ничего нет. Хотелось бы, конечно, сюда подсветку на гибкой ножке. Как, например, в Scania или в Volvo это реализовано. Будет очень удобно. Еще один нюанс и большой недостаток. Мы живем в 21 веке. У нас у всех есть гаджеты, планшеты, мобильные телефоны. Их нужно зарядить. Поэтому сюда прямо-таки просится USB-розетка. Ну, вчера разговаривал опять же по поводу вот этих недостатков. Сказали, что это, в принципе, легко устранимо. И в ближайшее время, возможно, это появится уже на машинах. Как и вот этот пульт перенесут на левую сторону. Хотя можно, например, продублировать. Просто сделать еще один пульт и поставить с этой стороны. Дальше. Ну, давайте заглянем в таком случае под спалку. Что там есть. Она тоже на газовых упорах. Достаточно удобно. Закинем шторку. Доступ к рундукам. И вот о чем я говорил. Ребята, смотрите, отодвигаю холодильник. Вот здесь у нас короб, за которым прячутся воздушные фильтры. Вы посмотрите, какое пространство, какой полезный объем съедает вот этот выступ. Очень неудобно. Вот. И у Мана точно такая же проблема. Холодильник. Вот холодильник меня немножко смутил. Вот ты его выдвигаешь. Вроде бы все так классненько сделано. Светлый салон. Серый. И вот такие прям петли. Ребятки, ну что это? Холодильник на 38 литров. С подсветкой. Управление холодильником. О, холодит. Закрываем. Все. Просится, конечно, сюда еще столик. Не хватает столика. Было бы классно, если бы еще можно было отдельно его сделать. Или, например, как сделано в Actress'е в Mercedes. Вы отодвигаете холодильник, и здесь у вас еще прячется, раскладывается столик. Было бы очень удобно. Но, к сожалению, этого здесь нет. Так. Ну, теперь смотрим. Ну что. Я думаю, вот этот блок вам знаком по более маленьким фордам. Здесь все привычно. Привычный, привычного дизайна руль. С такими приятными приливами в местах хвата. Руль обшит кожей. На руле находится, точнее, вставка под алюми... Хотя нет, это прям алюминий есть, ребята. Это не крашеная пластмасса. Крутотенько. Управление магнитолой и управление бортовым компьютером. Ну что, давайте включим зажигание. Так. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Хорошо, хорошо, как скажешь. Отлично. Ну что, у нас зажигаются приборные панели. Мы видим шкалы тахометра и спидометра. А между ними расположился довольно-таки большой цветной дисплей бортового компьютера. Причем сам дизайн. Так. Здесь рулевая колонка, кстати, не очень удобно регулируется. Кнопка находится под левой ногой. Нужно ногу туда далеко-далеко запихнуть. Вот так. Сейчас нормально видно? Ну и смотрим, соответственно, бортовой компьютер. Здесь архитектура заимствована от американских фордов, пикапов, форд F350. То есть находятся дополнительные шкалы, температура двигателя, запас топлива, запас мочевины и давление в первом контуре пневмосистемы. Очень насыщенное меню бортового компьютера. Все сейчас просто мы не сможем рассказать, потому что ролик затянется на 2 часа. Например, нагрузку на ось можно посмотреть. Окей, сейчас мы стоим одной головой. Показывает 2,4. Можно посмотреть, например, состояние тормозных колодок. То есть 97% с левой стороны, 94% с правой стороны. По-моему, допускается расхождение до 10% между колесами одной оси. Напомню, пробег машины 24 689 километров. Хотелось бы чуть-чуть, наверное, покрупнее шкалы и немножко разметку, оцифровку сделать другой. Ну, хотя я еще не ездил. Посмотрим, как на ходу, насколько удобно будет. И перейдем плавненько к кнопкам. Сверху, ну, довольно-таки простенькая магнитола стоит. Соответственно, воспроизводит она радио. А USB-розетка находится вот здесь, вот в очень недоступном, неприметном месте. Я, честно говоря, вчера ее не нашел. Мне подсказали, что USB-шка находится в этом месте. Хотя уже давно пора привыкнуть. USB-шки должны везде разбросаны быть по кабине. Все-таки гаджетами мы все пользуемся. Значит, как пользоваться автономкой? В данном случае мы берем вот этот вращатель и увеличиваем температуру. Вот сейчас давайте максимальную поставим. Сейчас автономка разгонится, будет дуть еще сильнее. По кнопкам отключения системы стабилизации. Это у нас функция раскачки. То есть эта коробка передач уже позволяет, если вы где-то застряли и нужно раскачать машину, можно воспользоваться вот этой кнопкой. Дальше. Это у нас свет включается. Вот так. Становится гораздо светлее. Это кнопка автоматического включения моторного тормоза. То есть, когда вы касаетесь педали тормоза, сразу вступает в работу именно моторный тормоз, а потом уже задействуется рабочая тормозная система. Следующая кнопка включения и отключения системы помощи при трогании в горку. То есть, когда вы снимаете ногу с педали тормоза и пока переносите ее на педаль газа, рабочая тормозная система еще не разжимает колодки, позволяет вам не откатываться назад. Очень полезная, очень интересная система. И кнопка включения и блокировки дифференциала. Зеркала у нас с электроприводом. Соответственно, регулируется, правда, только верхняя часть. Нижнюю нужно уже подстраивать ручками. Стеклоподъемники, само собой, этим сейчас уже никого не удивишь. Это должно быть по умолчанию в базе. И у нас открывается доступ к управлению роботизированной коробки передач. Соответственно, нажимаем педаль тормоза, переключаем в режим D, едем вперед в режим R, едем, соответственно, назад. Ну и здесь на этот же рулевой переключатель возложено управление моторным тормозом. Соответственно, мы его опускаем сколько раз? Два положения моторного тормоза. Ну и кнопка с торца рычага позволяет переходить из автоматического в ручной режим. Нажимаем кнопку и дальше уже поднятием рычага передачи вверх. Опускаем передачи нажатием на рычага вниз. Ну что, мы готовы к проведению первого в России тест-драйва грузовика Ford F-MAX. Сейчас нам нужно просто подъехать, зацепить телегу и отправляемся в путь. Погнали! Ну что, товарищи, собственно, машину немножечко прогрели. Сколько у нас градусов? А, все, рабочая температура. Минус 8 на улице. Расход топлива отсекать не будем, потому что мы сейчас поедем по платке. Поэтому тут особого смысла нет этого делать. Ну что, я уже подстроил под себя руль, сиденье. Кстати, мне очень не нравится, как регулируется рулевая колонка. Точнее, кнопка включения пневмозамка неудобна. Хотя, руль сам по себе вот в таком диапазоне перемещается. То есть, в самом верхнем он еще и вот так встает. То есть, можно спокойно, удобно залезать, вылазить. Так. Пристегиваемся. Подлокотничек. Я уже немножко проехался, чтобы понять вообще, что происходит. Вот. И поехали. Значит, педаль тормоза, режим D. Отпускаем ручник. И погнали потихонечку. Да, вот. Женя говорит, ну, собственно, который эту машину обкатывает. Так. Все, выруливаем. Что она любит... Ох ты, пробуксовку. Что она любит, когда ей поддают. Тогда она слушается. Когда едешь в полпедали, она тошнит. Причем, обратите внимание, что рабочая зона, оборотов начинается... Аж зеленая зона оборотов начинается с 900. И заканчивается на 1250. Где-то так. То есть, насколько двигатель низкооборотистый. То есть, она прет прямо с 900 оборотов. Но сейчас все современные моторы уже полку крутящего момента делают максимально плоской. То есть, практически с холостых оборотов достигается крутящий момент максимальный. А здесь он 2500 ньютон на метр. Ну, давай, в кикдауне, да? Он сразу бамс на две передачи вниз. Понимает, что нужно вжарить. И погнал. Заметьте, вот мы сейчас ехали на оборотах почти 2000. Вот, чуть-чуть приотпустил педаль, он сразу тык-тык-тык. И сразу переключился на повышенную, чтобы максимально экономить топливо. Все, сейчас мы едем 85. Я, вот честно, очень сейчас был удивлен, когда только проехал первые километры, насколько здесь четкое рулевое управление. Как на легковушке, да, Жень? Да, тоже. Вот у вас, Женя, собственно, ездит и на DAF'ах одновременно, и на Ford'е. На этом. Вот DAF, DAF и MAN, это вот два грузовика, такие старожилы, еще грузовики. Грузовики, грузовики по своим повадкам. Здесь легковушка, вот как Ford Transit. Примерно вот такое схожее ощущение. То есть приятное информативное усилие на руле ощущается. Да, вот сейчас коробка, смотрите, перейдет в нейтраль. Все, экономичный выход. Экоролл идет. Так, сейчас у нас небольшой спуск и будет подъем. Коробка здесь Traxon. Это не Aestronic ZF'овский. Aestronic, конечно, тупая коробка. Надежная, добротная, но тупая. То есть в сложные погодные условия. Ну, как в сложные, в обычную зиму. Или даже при одолении подъема, если особенно полная загрузка машины, нужно вмешиваться в работу коробки. На Traxon этого делать как бы не нужно. Что вот, например, ощутимый недостаток Aestronic. Вот сейчас газа дал. Ну, продавливаю. Одиннадцатая. То есть ощущается кнопка кикдауна. Чуть приотпустил он, бац, сразу на двенадцатую прыгает. Все ради экономии. Кстати, очень тихий двигатель. Удивительно. Прям очень тихий. Коробка работает очень мягко. Настолько плавно и незаметно переключает передачу. Вот смотрите. Я сейчас продавлю кикдаун. И вот никак не ощущается переключение передач. Практически. Стоимость этой машины сейчас 79 990 евро, по-моему. Но, как вы понимаете, фордовцы заходят на рынок снова. Точнее, как бы они присутствуют. Форды продают с предыдущего поколения. Но вот с этой машиной связаны у них большие надежды в Европе. И вот Россия, в числе стран Восточной Европы, так сказать, обкатываются. В этом плане. Ну и, чтобы оттяпать у большой семерки сегмент рынка, придется, конечно, демпинговать. Что тут говорить. Так что, я думаю, условия могут быть и гораздо более сладкие, чем 79 тысяч евро. Но это мое предположение. Да все прекрасно знают, что производители, то есть ценник официальный такой, но при личном общении, естественно, охотно двигаются в цене. Потому что затишье на нашем рынке. После череды кризисов никак мы не раскачаемся и не отойдем. Посмотрим, каким будет вот этот 2019 год. По климату, я не знаю, у меня сейчас лицо все горит, потому что мы на улице снимали. Достаточно сильно замерзли. Сейчас отогреваемся, лицо вот прям все горит. Автономка, кстати, автономка у нас включена. Вроде выключал. Ну что, по пластику хочу сказать, у меня были подозрения, что все это будет грохотать, греметь на ходу. Ну, правда, дорога у нас ровная. По разбитой дороге не грохочет? Нет. Ну, по крайней мере, ни скрипов, ни сверчков вообще ничего нет. Вот стыки проезжали, тишина. Хотя пластик вот такой вот он жесткий, твердый. Это для любителей щупать, трогать пластик, стукать по нему. Ну, немножко вот, например, вот эти уголки, где идут накладки лобового стекла, стоек лобового стекла. Они так топорщатся чужеродно, с таким зазором. Единственное, наверное, к чему так особо можно докопаться в этой машине. Вот, ну, рулится просто, просто изумительно, ребят. По рулевому управлению это, пожалуй, наверное, один из лучших грузовиков на данный момент. Прямо без преувеличения. То есть, настолько ощущается машина четкая. А вот, особенно на старых грузовиках, ты машину как бы занимаешься поисковым рулением. То есть, примерно знаешь, на какой угол надо повернуть баранку, как машина поедет. А здесь ты ее чувствуешь именно по рулю. Так, ну, у нас сразу коробка перешла в нейтраль. Стоило мне ногу убрать с педали газа. И только коробка понимает, что впереди. Я не просто так отпустил педаль газа. Ну, знаешь, либо впереди спуск, либо я буду тормозить. Коробка мгновенно переключается в нейтраль, чтобы экономить топливо. И накат хороший. Сколько у нас тонн загружено? 18? 18800. Ну, на всякий случай перестраховали, чтобы не пробивало, да? Да. Ну, чувствуется, завывает ветер, засвистывает. Но это, скорее всего, из-за козырька солнечного. Кстати, солнечный козырек очень сильно ухудшает аэродинамику. И привозит там, по-моему, что-то в районе 2% к расходу топлива. Казалось бы, там, пластиковая ерунда прозрачная, небольшая. И так влияет на расход топлива. Никуда не денешься от этого, ребята. Либо хотите, чтобы было красиво, и солнышко вас не слепило. Либо экономите топливо. Все просто. И вот, значит, что мне еще особенно понравилось, что здесь нет металла. То есть, все абсолютно двери, все закрыто пластиком. Даже шторки, вот этот рулончик сам, сама трубка, где шторка у нас идет, она здесь спрятана. Я думаю, с последующим фейслифтингом турки все-таки еще и подтянут и по качеству материалов, скажем так, софт лук и софт тач, как это называется. То есть, мягкий на взгляд и на ощупь. Пластика будет вообще шоколадно. По части шумоизоляции машина потрясающая. Ну вот, вот слушайте. То есть, даже не нужно напрягаться, чтобы разговаривать с пассажиром, который сидит, соответственно, в правом кресле. Подвесочка, вот, наконец, какая-то волна появилась. Мягко, бамс, и все. Не требовалось ни подруливания, ничего. Признаюсь честно, откровенно, я ожидал худшего. Реально ожидал худшего. Так, давайте, вот, скорость 65 и кикдаун. Правда, у нас здесь подъемчик идет. Ну-ка. Десятая передача. Напоминаю, здесь 12-ступенчатая коробка передач. 1750 оборотов. В кикдауне, напоминаю, 1900, скорость 80. И переключается, немного не доходя до 2000 оборотов, на 11-ю. Причем ускорение такое мягкое, плавное, без каких-то рывков, подхватов, скисания ощутимого. Просто прет. Но все-таки 500 лошадей, ребят. Хотя такая дорога тоже не показать. Нужно вот двухполосочку, спуски, подъем. И там, конечно, я бы мог ощутить и что-то вам сказать. Мы так в оплатке идем. Приятненько, ровненько, как в Европе. Ну, привыкать нужно к коробке, подстраиваться. Это когда ты с механикой едешь, у тебя все под контролем, все в твоих руках. А здесь нужно уметь учиться уживаться с машиной. Понять ее характер. И чтобы машина поняла ваш характер. Нет, ребят, все-таки Scania и Volvo роботы обалденно работают по сравнению с Траксоном. Я так хотел попробовать на Траксоне проехаться, но что-то пока я не впечатляю. Ну, тихо, тихо в машине просто. Двигатель где-то там, внизу, далеко. И вот, да, вот минус этого мотора, когда он работает в зоне 1000 оборотов. Чувствуется вибрация. Но стоит ускориться, подразогнаться. Вот этот зуд исчезает. Да, вот буквально сколько мы сейчас набрали? 1100 оборотов. Все, вот зуд от двигателя проходит. Так, 81 километр в час, круиз-контроль и расслабляемся. Немножко покататься на 500-сильной новой машине. С роботизированной коробкой, с круиз-контролями. Там, со всякими наворотами и ништяками. Чтобы через пару дней вернуться к моему ману 2003 года выпуска. С механической коробкой. С провисающими дверями. С сопливящей головкой блок-цилиндра. С уходящим воздухом. Не работающей электрикой. Так. Сейчас на две передачки вниз прыгнула. Здесь стоят датчики уклона в коробке передач. Она чувствует, что идем на уклон. И чтобы поддержать скорость, она пользуется, врубая точнее моторный тормоз. И держит скорость. Моторный тормоз напоминает 400 киловатт. Тормозное усилие развивает. Ну что, ребятки. Вот мы прокатились. Наверное, километров 50, наверное, да, съездили. 60 даже километров проехался на этой машине. Понятно, что это не прям полноценный тест-драйв. Полноценный тест-драйв, если бы мы там покатались по спускам, подъемам, по разбитой дороге. Да, это было бы полноценно. Но, тем не менее, в любом случае, первый тест-драйв в России эксклюзивный, замечу. На самом деле, когда мы только ходили вокруг машины, там рассказывали, ну какие там я нашел непроработки, недостатки, что желательно устранить. И в голове такая мысль была. Ну да, почти до европейцев тянутся. Это огромный эволюционный скачок, рывок по сравнению с предыдущим поколением. Эти машины даже сравнивать нет смысла, нет желания, потому что это уже вот машина 21 века. Ну и когда мы поехали, я ожидал, что ну сейчас, ну и здесь примерно то же самое будет. Тут немножко не доработали, тут не подтянули. И вот насколько было мое удивление, насколько поразила меня машина в хорошем смысле. Не знаю, мне кажется, вот сейчас это, наверное, лучшее рулевое управление из всех грузовиков, на которых я ездил. Очень тихая машина, очень плавная, мягкая. Ребят, я вот поражен, честно, я удивлен. Я думал, она да будет, вот чем отличаются китайские производители. Они с виду, фантик хороший, классный, красивый, а внутри, ну блин, вот еще пока не то. Даже вот рядом еще не стоит с европейцами. Здесь же ситуация обратная. Как бы здесь еще есть, что подтягивать по интерьеру, по всему этому. Но едет просто великолепно. Единственное, что я не пристрелялся к коробке передач. Честно говоря, это немножко вот напрягает меня. А в целом, я, мне очень понравилась машина. Машина очень классная. Спасибо, друзья, за просмотр. Так. Из-за света плохо видно. Вот, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь в Instagram, подписывайтесь в группу Trax TV ВКонтакте. И на сам канал Trax TV, в конце концов, самый крупный канал по обзорам коммерческой техники. А пока всем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok